нашей сегодняшней теме, а именно к алгоритмическим задачам. Мы сегодня с вами разберем несколько задач различных типов и познакомимся еще с таким исполнителем, с одним из прикольных исполнителей, но я думаю, вы с ним, большинство из вас, как минимум, знакомы. Для начала мы с вами сейчас зачитаем условия первой задачи на сегодня, которую мы будем разбирать. Сразу предупрежу, условия данной задачи достаточно объемные. Оно будет звучать супер страшно, но не поверите, ее решение будет супер простым. То есть всегда можно пугаться какого-то условия, не понимать, а если примерно понимать, что нужно делать и хотя бы знать алгоритмы, то окажется, что даже самые запутанные условия можно как клубок раскатать до одной ниточки и все станет понятно. Хорошо, давайте тогда зачитаем вот это супер большое и супер страшное условие. Итак, задача квест, она была взята из Олимпиады. Да, новый квест, в котором участники должны выбраться с территории проведения, представляет собой прямоугольник из 16 комнат в виде квадрата 4х4. Каждая комната имеет 4 двери, ведущие в соседние комнаты, а из комнат на краю прямоугольника двери ведут наружу. То есть через эти двери можно покинуть проведение, на территорию проведения квеста. В начале квеста в каждой комнате находятся по одному человеку, а все двери изначально заперты. После начала квеста все двери дистанционно открываются в каждой комнате, при этом механизм открывает одну из четырех дверей в каждой комнате. И теперь человек, находящийся в этой комнате, может открыть эту дверь и перейти в соседнюю комнату. Через другие три двери, соответственно, выйти из этой комнаты нельзя. Уже немножко так, немножко запутанное какое-то условие, но в принципе достаточно пока что понятно. Хорошо, продолжаем дальше условия читать. При этом может оказаться так, что дверь, соединяющая две комнаты, будет отпираться только с одной стороны. Тогда пройти через эту дверь можно только с той стороны, с которой она будет открываться. А проходить через дверь в обратном направлении будет нельзя, если в соседней комнате будет отперта не эта дверь, а какая-то другая. Хорошо, если комната находится на краю территории, из этой комнаты открыта дверь наружу. То есть, пройдя через эту дверь, участник навсегда покидает территорию квеста. Ух! Ну и это еще не все. После начала квеста и отпирания дверей, участники начинают перемещаться между этими комнатами. Каждый участник перемещается в соседнюю комнату и продолжает перемещаться до тех пор, пока не покинет территорию квеста. Однако, возможно, ситуация, когда некоторые участники будут бесконечно перемещаться между комнатами и никогда не покинут территорию квеста. То есть, разработчики квеста немножечко такие страшные люди, но давайте будем думать, что все-таки когда-нибудь всех людей выпустят наружу. Ну, по условиям задачи пока что этого не происходит. Хорошо. Разработчики квеста попросили вас составить план. Такой план отпирания дверей, при котором ровно 7 человек из 16 смогут выбраться наружу с территории квеста. При этом вам нужно минимизировать количество дверей, которые будут открыты из крайних комнат наружу. То есть, вам нужно сделать максимально-минимальное количество открытых дверей наружу. Ну, а самое минимальное количество такой дверей считается одна дверь. И как же нас просят записать ответ на эту задачу? Ответ на эту задачу нужно записать в виде плана территории квеста, состоящего из четырех строк. В каждой строке должно быть ровно четыре символа из следующего числа возможных. Буковки U, D, L и R. Соответственно, это сокращение от английских слов up, down, left и right. То есть, дверь открывается в верхнюю комнату, дверь открывается в нижнюю комнату, L в левую, R в правую. Да, выглядит крайне запутанно и непонятно. Жуть. Вот бы схемку нарисовать. Какое большое условие. Да, 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 да. Забудешь, пока прочитаешь. Именно, именно. Ну, как только мы составим схему, супер станет все понятно, и такое большое условие окажется достаточно простым. Хорошо. И нам приводят пример того, как это все выглядит. Итак, например, рассмотрим следующий план квеста, в котором восемь комнат. То есть, обратите внимание, раз строчка, два строчка, и в каждой строчке по четыре символа, значит, по четыре комнаты. И в каждой комнате открывается ровно одна дверь в том направлении, в котором указывает буковка. Ну, вот, например, первая строчка, первая комната, и в ней откроется механизм у двери, который ведет в правую комнату. То есть, вот мы нарисовали вот эту стрелочку вправо. Во второй комнате в первой строчке откроется дверь вниз. В третьей комнате откроется направо, вот там, где точечка, и, соответственно, дальше идет стрелочка направо. Ну, и так далее. То есть, вы просто рисуете вот такой план, и у вас получается вот такая вот схема. Вот такая вот схема. То есть, этот план соответствует следующему рисуночку. Стрелочками обозначены направления открывающихся дверей. Да. Точечками в данном случае отмечаются те люди, которые, получается, по плану смогут выйти наружу. Да. А нам по задаче нужно, получается, составить схему 4 на 4, в которой 7 человек смогут выйти наружу, но при этом нам нужно составить такую схему, в которой будет минимальное количество дверей наружу. В данном случае одна дверь. И при этом, чем меньше вы дверей откроете наружу, тем больше баллов вы получите за задачу. Ничего не понял, смайлик? Да, сейчас все поймем. Сейчас все поймем. Главное просто нарисовать схему. Итак, какой же у нас будет принцип... Решение данной задачи будем сейчас разбирать, но для начала я вам задам вопрос. А как можно не выпустить участников квеста? Вот ваше предположение напишите в чат. Как можно не выпустить участников квеста? Что можно сделать, чтобы они никогда не вышли оттуда? Вроде легко. Ну, как можно было придумать такую задачу хм? Ну что ж, Василий, ну знаешь, воображение – это штука такая. Можно и не такие задачи придумать. Можно еще более крутые придумать. Водить по кругу, предлагает Григорий. Степан, не открывать двери. Ярослав, запереть их. Закрыть двери. По кругу ходить. Не пустить их туда. Закольцевать путь, предлагает Андрей. Замкнуть цепочку. Закрыть все двери. Задавить их. Ох, Ярослав, какая жуть. Заставить ходить по кругу. Водить их по кругу. Не вести стрелки в боковые клетки, предлагает Виктория. Не использовать крайние двери. Закрыть двери. Зациклить. Не делать крайних дверей. По кругу водить. Закрыть двери. Не открывать двери. Итак, получается у вас несколько вариантов событий. Несколько вариантов ответов. Это закольцевать. Не открывать двери наружу. Хотя по условию задачи одна должна быть открыта. Дальше, соответственно, просто закрыть все двери. Это какая-то жуть. Они же должны открыться. Правильно? Соответственно, да. Смотрите. Те, кто не устраивает квест, пишет Соня. Ну, можно, конечно, но странно. Мы же задачу решаем. Так. Поставить игровой ПК и дать им бесплатную возможность играть до бесконечности. Ух, Даниил. Это очень интересно. Это очень интересно. Хорошо. Действительно, среди всех ваших ответов был правильный. Заставить их ходить по кругу. Да. Но можно ли сделать всего одну дверь на выход? Конечно, можно. Конечно, можно. Давайте, соответственно, это попробуем сделать. Попробуем сначала с вами сделать семь комнат, которые соединены с выходом наружу. То есть, сделать так, чтобы семь человек действительно точно вышли из квеста. А потом мы уже будем разбираться с остальными комнатами. Итого. У нас получается вот такой прекрасный квадратик. Четыре на четыре. И, к примеру, в первой строке, в последней, в последней комнате, то есть, в самой правой, мы сделаем выход наружу. Вот он. Итого. Так как в каждой комнате изначально по одному человеку, еще до запуска, соответственно, квеста, то получается, сделав выход наружу, в той крайней комнате в первой строчке, один человек как минимум выйдет из квеста, когда он начнется. Ну, мы же сейчас как раз-таки сделали какой алгоритм? Попробуем сначала соединить семь комнат и соединить их с выходом. Выход мы сделали. Теперь давайте сделаем еще дополнительные шесть комнат, которые соединим с этим выходом. Ну, например, возьмем нашу, опять же, первую строчку и вот третью комнатку, которая вот она вот здесь будет, соединим ее с выходом. Каким образом? Да просто нарисуем стрелочку вправо. То есть из третьей комнаты в первой строчке при запуске квеста откроется дверь направо. И человек, перейдя в комнату из третьей комнаты в четвертую, сможет потом тоже выйти из квеста. Окей. Окей. Тогда получается, мы еще можем и другие комнаты примерно так же соединить с выходом. Вторую мы соединяем с третьей. Первую мы соединяем со второй, то есть когда проходы везде открыты направо, и первая комната, и вторая комната, и третья оказываются соединенными с четвертой, где есть выход наружу. И, соответственно, у нас уже есть целых четыре человека, которые покинут данный квест. Угу. Окей. Давайте тогда обратимся теперь ко второй строчке. Ко второй строчке, где у нас тоже есть четыре комнаты. Как их можно соединить с выходом? Ну, очевидно, самая последняя комнатка во второй строке, мы можем там просто открыть дверь наверх. И тогда человек из этой комнаты точно так же попадет на выход. Ну, и примерно точно так же мы можем поступить и с остальными двумя комнатами. Вот с третьей и со второй, открыв двери точно так же наверх. Итого мы с вами добились того результата, который мы хотели. У нас есть ровно один выход и семь комнат, которые соединены с этим выходом. Угу. Круто. А вот теперь нам нужно сделать так, чтобы в оставшихся девяти комнатах люди стали ходить по кругу и не смогли никак дойти до выхода. Вот попробуйте в чате догадаться, какой самый простой способ существует, чтобы закольцевать людей, чтобы они ходили по кругу. Ваше предположение в чат. Какой же есть самый простой способ сделать так, чтобы люди ходили по кругу? Так неинтересно. Надо было лабиринт делать. Заказчик был недоволен. Ну, погоди, Данил. Но ведь нас же попросил заказчик сделать ровно четыре на четыре в виде квадрата. И четыре двери в каждой комнате. Так. Так. По нижней части их плюс комната на втором сверху. Саша, так, Александр предлагает туда-обратно отделить от комнат с выходом, замкнуть, сделать круг. Так вот, а вопрос-то в том, как закольцевать, то есть как этот сделать круг? Змейка, окружность. Ну, смотрите. Хорошо, хорошо. Ну, ваше предположение я все увидел. Хорошо. Внушите им, что они должны это сделать, чтобы выйти. Жестко, это жестко. Хорошо. Давайте вот я вам сейчас прям покажу этот самый простой способ. Самый простой способ это сделать. Сделать две соседние комнаты, которые ведут друг в друга. А остальные комнаты просто привести к этим двум комнатам. Что имеется в виду? Ну, например, возьмем нашу схемку, в которой мы уже сделали семь выходов. Да, вот семь комнат, которые соединены с одним выходом. А возьмем в четвертой строчке. Соединим друг с другом вот эти две комнаты. Окей. Если мы их соединили, значит, все остальные комнаты нужно как-то привести к этим двум комнатам. То есть, по сути, когда люди окажутся в этой комнате или же в этой комнате, они начнут между вот этими двумя комнатами просто блуждать, блуждать и блуждать. Пока организаторы квеста не выпустят их обратно. Окей. Как мы будем это делать? Ну, очевидно, что вот из этой комнатки нам нужно пойти вниз. Вот из этой комнатки нам тоже можно пойти вниз, а из этой комнатки потом пойти вниз. И так далее. Значит, начнем просто рисовать данную схемку. Сделали раз выход. Сделали два выход. То есть, теперь вот эти два человека пойдут вниз, пойдут вниз. И в итоге начнут блуждать между двумя вот этими комнатками. Ну, что сделать с остальными? Я думаю, вы в принципе догадываетесь, что из этой комнатки тоже можно пойти вниз. Итогу они сразу тоже начнут ходить туда-сюда. Ну, и с остальными делаем примерно то же самое. Но, но, вы можете мне сейчас сказать, да Сергей Олегович, но на самом деле здесь у этой задачи достаточно много вариантов решения. Не обязательно вот это. А может быть, вот эта комната будет обладать выходом наружу. А может быть, она будет вообще обладать выходом налево, а не наверх. Да, и вы будете абсолютно правы. Вариантов решения данной задачи может быть много. Но основная идея у них будет одна. Вы сначала делаете комнату, которая с выходом, с одним выходом. Соединяете максимально возможное количество комнат по задаче, которую вам нужно сделать, с этим выходом. А остальные комнаты вам нужно закольцевать. То есть, создаете, допустим, две комнаты, у которых есть проход туда-сюда. И все остальные комнаты вводите, соответственно, в эти две. И все. Задачка будет решена. И задачка будет решена. Единственный момент. Помните, как вас просили в задаче писать результат? Вас просили писать результат буковками. То есть, вот прям строчка букв. В данном случае, вот в первой строчке это будет R, R, R. И, соответственно, U. То есть, здесь дверь открыта направо, здесь дверь открыта направо, здесь дверь открыта направо. А в четвертой наверх. И вот так тут вы составляете данный план квеста. Главное, не забудьте, как правильно писать ответ задачу. Не нужно схему рисовать, а нужно буковками все это указать. Хорошо? Тогда, соответственно, ребятушки, если вам стало понятно, как решать такую задачу, хотя, казалось бы, условие просто какое-то очень мудреное и навороченное, поставьте девяточку в чат. Если внезапно задача оказалась-то простой. И понятно. Девяточка в чат. А где происходит запуск людей? А он изначально как бы есть. Так. Ну вот. Девяточки в чат полетели. Девяточки в чат полетели. Здорово, здорово, здорово. Прекрасно. 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 Хорошо. Хорошо. Здорово. Здорово. Хорошо. Тогда мы с вами сейчас перейдем к следующей задаче, к следующей олимпиадной задаче, которую мы с вами будем разбирать. Она также взята из олимпиады, и у нее название Манхэттен. Вот так вот. И звучит она достаточно коротко. Достаточно коротко. Итак, кварталы Манхэттена состоят из авеню, направленных с юга на север. То есть, авеню это такие улицы, которые идут, получается, с юга на север. Хорошо. А также кварталы состоят из улиц, которые направлены с запада на восток. С запада на восток. При этом все улицы и авеню пронумерованы числами, начиная с единицы. То есть, первая улица, вторая улица, третья улица, первая авеню, вторая авеню, третья авеню и так далее. Но передвигаться можно только по улицам или авеню. То есть, нельзя наискосок как-то это все пройти. То есть, можно только пройти немножечко по улице, потом там, допустим, свернуть на авеню, пройти по авеню и так далее. Хорошо. Ну тогда мы нарисуем данную схемку. Давайте так и нарисуем. То есть вот, авеню у нас идут с юга на север, да? А улицы у нас идут с запада на восток. Итого у нас есть вот примерно такая схемка, которая может быть до бесконечности, да? Ну в зависимости от того, как звучит задача. Хорошо, нарисовали. Нарисовали также себе еще и направление по компасу, чтобы банально нам не путаться. Окей, окей. Так как же звучит задача? А задача звучит следующим образом. Некоторый Миша, Михаил, Майкл впервые попал на Манхэттен. Сейчас он стоит на пересечении авеню номер Х1 и улицы номер У1. Ну то есть он стоит в какой-то вот, вот этой вот точке, в какой-то вот из этих точек, да? Пересечения. Логично. Перекресток, перекресток. Хорошо. Ему нужно попасть на перекресток авеню номер Х2 и улицы номер У2. И вам нужно определить маршрут, который он должен пройти. Угу. Ну задачка вроде бы не сложная. Давайте тогда просто ее разберем. Она действительно не сложная. И вас просят в этой задаче составить последовательность из латинских букв, описывающих маршрут, по которому должен пройти наш Майкл, Миша, Михаил, где буковка Н обозначает перемещение на один квартал на север, буковка С это, соответственно, на один квартал на юг, буковка В на запад, буковка И на восток. И, соответственно, просят вас в задаче составить самый короткий из возможных маршрутов. Но ежели существует несколько таких вариантов, написать любой из них. Главное не написать все. Хорошо. Тогда что мы имеем? Давайте просто тогда подставим какие-то свои значения для этой задачи. То есть, например, у нас четыре, соответственно, значения есть. Сначала наш Миша находится на пересечении х1, у1, а ему нужно попасть, соответственно, в точку х2, у2. Итого, вот у нас есть такие вот варианты наших четырех параметров. Хорошо, хорошо. Вопрос возникает в такой задаче следующий. Имеет ли смысл в одной последовательности действий двигаться в противоположных направлениях? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, давайте просто посмотрим на решение данной задачи. Для решения, конечно же, нам нужно понять, в каком направлении и насколько нужно сдвинуться по горизонтали и отдельно по вертикали, так как мы помним, что Миша может перемещаться либо по авеню, либо по улицам. Хорошо. Давайте тогда и начнем думать, соответственно, в каком направлении нам нужно идти при вот таких вот значениях параметров. Итого, начнем с горизонтали, то есть начнем с перемещения по улицам. То есть, либо мы идем на запад, либо мы идем на восток. Ребятушки, нам нужно банально сейчас вспомнить такую штуку, как координатная плоскость, где есть ось Х, а есть ось У. Соответственно, смотрите, у нас есть точка Х1 и точка Х2 на, соответственно, вот этой вот плоскости Х. И нам нужно из первого Х попасть во второй Х. В каком направлении мы должны сейчас пойти? На запад или же на восток? Пишите в чат. На запад или же на восток мы должны сейчас пойти? Так, Артем пишет, что это уже ЕЕЕ. Может просто координаты полям дать? Ну, можно. Итак, запад это буковка W, буковка И это восток. Вест, запад, ист, восток. Да, мы должны двигаться, конечно же, конечно же, на восток. Конечно же, на восток. Банально вспоминаем координатную плоскость. И мы понимаем, что единичка, из которой мы движемся, меньше, чем четверка, в которую мы должны пойти. А на оси Х четверка находится правее, чем единица. Это логично. Соответственно, если мы идем вправо по координатной оси, то получается мы идем на восток. На восток. Хорошо, на восток мы идем. А тогда следующий вопрос. Какое же расстояние нам необходимо пройти в направлении востока от точки 1 до точки 4? Ну, я надеюсь, что сейчас вы в чате или же уже подумали, или уже прям написали, что мы должны пройти три шага, да, три квартала. Но как мы это высчитываем? Наверняка вы высчитали из большего, вычли меньшее. Ну, в принципе, можно. Да, в принципе, можно. Однако, можно поступить несколько хитрее. Помните такую штуку в математике, как модуль числа? Модуль от отрицательного числа будет положительное число, а модуль от положительного числа будет также положительное число. Да, вот вижу, все написали в чатике троечку. Но как мы ее получили? Вот маленькая хитрость в данной задаче. Из изначальной точки отнимите конечную точку и получите, соответственно, расстояние, то расстояние, которое нужно пройти. В нашем случае получается что? 1 минус 4 будет минус 3. Но так как мы берем модуль от этой разности, то получается, модуль от минус 3 будет положительное число 3. Вот. То есть мы модуль разности берем, чтобы банально не задумываться, из чего мы будем вычитать. Вот и все. Зато мы получим количество шагов, которые нам нужно пройти. Да, все так. И, соответственно, раз мы должны пройти 3 квартала на восток, мы просто берем и делаем последовательность из трех буквок И. То есть один раз пройти на восток, еще раз один раз пройти на восток и третий раз пройти на восток. Все отлично. Вот. Хорошо. Теперь аналогично мы также поступаем и с вертикалью, то есть с нашими Avenue. У нас получается мы должны попасть из троечки в единичку. Из троечки в единичку. Ну, тут точно так же делаем и с вертикалью. Но нам нужно понять, в каком направлении мы идем. Если мы идем, теперь мы работаем с вертикалью, то есть с осью Y, мы идем из тройки, идем в единичку, логично мы идем в меньшую сторону, то есть вниз по координатной оси. А значит, раз мы идем вниз, значит мы идем на юг. Мы идем на юг. Окей, окей, хорошо. Здорово. Тогда поступаем ровно точно так же, как мы и делали с горизонталью. Берем модуль разности из изначальной точки минус конечная точка. И получается модуль 3 минус 1. То есть модуль от числа 2, положительное число в модуле, значит у нас тоже положительное число получается. Итого, двоечку мы заменяем на две буковки S, то есть два раза пройти на юг. Объединив эти ответы, мы получаем последовательность E, 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 S, S. Здорово. Окей. Но, но, как правильный ответ, да, вот мы объединяем. Однако мы можем еще и несколько вариантов придумать. Да, вот с данными шагами. Мы можем, например, один раз пойти на восток, один раз пойти на юг, один раз пойти на восток, один раз пойти на юг и снова пойти на восток. Можем сразу вот так, а можем сразу вот так. То есть, как вы видите, у задачи может быть несколько вариантов решений. А вас в условии как раз и об этом предупреждали, что если вдруг есть несколько возможных вариантов развития событий и особенно по минимальным маршрутам, то пишите один из них. Но не все разом, просто один из них. Вот и все. Итак, поставьте восьмерочку в чат, если все было понятно с этой задачей. Насколько я помню, что в наших олимпиадных задачах есть цикличные задания, где одни и те же условия, но разные числа. Зачем нужны таблицы, если нужно просто найти алгоритм работы и перевести его в любой код? Ну, об этом можно поговорить на следующих занятиях как раз. То есть, мы сейчас рассматриваем именно алгоритмы. Как такие задачи решаются? Выискиваем вот эту вот взаимосвязь. А потом, конечно же, любой алгоритм можно перевести и в программный код. Никто не запрещает этого делать. Восьмерочки полетели в чат. Здорово, здорово, круто, круто. Тогда мы можем немножечко поупражняться. Немножко поупражняться и, соответственно, давайте решим эту же задачу только с другими значениями координат. Я вам даю, давайте, две минутки, чтобы дать ответ вот на эту задачу. То есть, мы идем из точки 5-2 в точку 2-2. Какой же должен получиться ответ на эту задачу? Мария, мы пошли на юг, потому что, смотри, вот по сути, вот это вот наше направление по компасу, это есть не что иное, как ось Y, а горизонтально это ось X. В данном случае мы рассматриваем положительные только вот эту четверть. Соответственно, в Y, если там была троечка и мы пошли в единицу, ну как бы мы идем вниз, получается, по координатной оси Y. А раз мы идем вниз, значит мы идем на юг. Значит мы идем на юг. Никит, если не видел, то потом можешь обязательно в записи посмотреть, тогда все будет хорошо. Итак, ну вижу, что есть некоторые ответы в чатике. Либо EEE, либо 3W. Либо 3W. Так. Кстати, а почему? А нет, все правильно. Итак, значит, задание Марии точно такое же. То есть, просто мы в другом пересечении находимся. То есть, Миша должен попасть из точки 5-2 в точку 2-2. Хорошо, хорошо. Соответственно, да, ответ 3W, но не 3E. Почему так? Потому что смотрим. Смотрите, ребят, вот тут достаточно просто посмотреть на условия. У нас по оси Y никакого изменения не происходит. То есть, смотрите, мы были изначально по Y в точке 2 и перемещаемся тоже в точку 2. То есть, по Y никакого перемещения нет. Мы остались там же. То есть, мы работаем только с осью X. А ось X, какая у нас получается? Мы из пятерки перемещаемся в двойку. То есть, пятерочка у нас где-то здесь, а двоечка где-то вот тут. Соответственно, раз мы идем из пятерки в двойку, то в каком направлении вот мы движемся? Конечно же, справа налево. А раз справа налево, то мы идем на запад. Идем на запад. А сколько раз мы идем на запад? 5-2. Модуль. Получилось 3. Модуль от 3 равен 3. Соответственно, мы меняем троечку на 3 буковки W. Да. Вот такие моменты. Соответственно, другие задачки, они тоже достаточно просто решаются. Да. Тут то же самое. Смотрите. Раз мы по х идем из двойки в шестерку, то есть мы идем слева направо, то получается мы идем на восток. Сколько мы должны пройти на восток? 2-6 будет минус 4, но модуль от минус 4 будет 4. Соответственно, это будет 4 буковки Е. А что в плане у нас Y? По Y мы идем от 10 до 16. А раз мы идем вверх, значит мы идем на север. Ну и итогом у нас получается 4 буковки Е и 6 буковок Н. Таблицы проще, чем модулем. Кому удобнее таблицы, можете таблицы. Но мы показали вам еще и дополнительный алгоритм, который вам может помочь. В принципе, он достаточно тоже простой. Он очень простой. Ну и третий вариант. Тут все тоже очень просто. Из тройки идем в пятерку по х. Соответственно, из меньшего в большего, поэтому это будет поход на восток. А по Y из четверки идем в шестерку. То есть, опять же, из меньшего идем в большую, соответственно, мы идем на север. И везде разница будет 2. Поэтому 2 раза на восток, 2 раза на север. Вот, соответственно, Манхэттен, такая задачка торгового плана решается вот с помощью такого алгоритма. Тогда, ребяточки, давайте в чатик поставим буковку М от слова Манхэттен, если все было понятно и вы поняли, в принципе, этот результат. Вопрос, а можно записать это как 4Е6Н? Даниил, смотри всегда на условия задачи. Если так можно записывать по условию задачи, можешь сокращать. Если, говорят, не сокращать, значит не надо сокращать. У нас получается, что Y ось перевернута. Нет, почему? Мы просто, смотрите, вот как бы вам так закрыть-то это все. Вот, мы работаем только, по сути, вот с такой вот штукой. Мы работаем вот с этой четвертью координатных осей. То есть, вот он, X идет сюда, а Y идет сюда. Но, как бы, направление востока и юга никто не отменял. Если вы идете из большего в меньшее по оси Х, это на запад. А из меньшего в большее, то есть, слева направо, вы идете на восток. Все логично. То же самое вы просто делаете с севером и югом. Вижу очень много буквок М. Это здорово. Это прекрасно. Хорошо? Хорошо. Тогда мы переходим с вами к следующей задаче, которую мы будем сейчас с вами разбирать. А как только я прочитаю ее условия, я попрошу вас написать в чат, о каком исполнителе идет речь. Быть может, кто-то знает прям хорошее название этого исполнителя. А может быть, еще предложите какое-то. Итак, задача звучит следующим образом. У нас есть две прекрасные банки из-под огурцов. Ммм, вкуснотища. Объемом 3 литра и 4 литра. Другой посуды, к сожалению, нет. Но хорошо, что хотя бы воду из-под крана можно лить до бесконечности. Помогите нам налить ровно 2 литра воды, используя только вот эти две баночки. Какой же исполнитель здесь прячется в этой задачке? Может быть, кто-то знает? Напишите в чат. Что же это за исполнитель такой? Да. Да, по сути, да, да, да. Мы работали в одной из частей координаты плоскости. А именно, в положительной. Так как в задаче было сказано, что по сути все начинается с единиц. Так. Перевернутый смайлик предлагает, что это водолей. Ставр тоже спрашивает, что это водолей? А Тимофей заявляет, что это водолей. Мария тоже водолей, Ярослав водолей. Да, 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 дорогие друзья. Мы встретились с задачами на исполнителя водолей. Ну, кто-то еще его называет переливальщик. Да, и так далее. Водолей сложная штука. Нет. Она сводится достаточно к простому алгоритму. К простому алгоритму. И сейчас вы этот моментик увидите. А кто это? Виктория. Водолей это тот, который переливает вот как раз таки из банок в банки, получая какие-то литры, например. По задаче. С чего же мы начнем алгоритм данной задачи? Данной задачи. А начнем мы с самого простого. С построения таблицы. С построения таблицы. И выглядит она следующим образом. У нас есть три столбца и некоторое количество строк. А откуда мы взяли определенное количество столбцов? Давайте разбираться. Не, я про то, что он поет. Водолей. Нет, странно, странно. Нужно из третьей банки перелить в четвертую. Потом еще раз перелить третью банку в четвертую. И из третьей банки останется два литра. Софья там уже, по-моему, решила задачу. Но, смотрите, кто-то уже знает этот алгоритм. Кто-то уже сейчас попытался решить эту задачу и получил результат. Но давайте ее рассмотрим вот прям рентгеновским зрением. И составим алгоритм, который вам поможет всегда в таких задачах. Итак, как же мы получили три столбца в данной таблице? Да все просто. Смотрите, у нас ведь есть две баночки. Четыре литра, три литра. А третий столбец это будут шаги. Шаги в нашей программе, которые мы должны, грубо говоря, написать. Шаги алгоритма. Хорошо. Тогда ответьте мне на вопрос. А сколько воды изначально было в банках? Вот сколько воды изначально было в банках? Достаточно очевидный ответ должен быть, надеюсь. А, кстати, водолею лучше решать таблицей. Да? Чтобы было более наглядно. Так, Степан предложил семь. Видимо, неочевидный ответ. Окей. Так, ну вот Ярослав предложил ноль, Миша ноль, Ярослав семь, Женя тоже семь. Виктория, бесконечно. Изначально в банках три и четыре литра было бесконечно количество жидкости. А это как? Интересно даже предположить, вот почему три литра и четыре литра это бесконечность. Это очень странно. Ладно, три. Сказал Степан. Нет. А те, кто написали ноли, конечно же, конечно же, изначально банки пустые. Изначально банки пустые. А нам говорят, вот у вас есть неограниченное количество воды, сделайте так, чтобы в одной из банок оказалось два литра. Хорошо. Ну что мы начнем тогда делать? Наполним тогда любую из банок. Давайте начнем с большей. Сколько литров мы можем в нее налить? Вот тут, смотрите, всегда с исполнителем водолей могут возникать трудности в понимании. Ну, вы можете сказать, ну погодите, ну четыре литра и три литра есть. И неограниченный запас воды. А что мы не можем сразу два литра налить в банку, в любую? Ну, задача вроде бы как простая. Просто налил и налил. Но, в задаче же не сказано, что у каждой банки есть, соответственно, какое-то деление. То есть, литр, два литра, три литра и вот четыре. Нет, никаких делений нет. Вам просто известно, в эту можно налить четыре, в эту можно налить три. Никаких делений нет. Но нужно получить два. Соответственно, традиционно в таких задачах наливать можно в банку до тех пор, пока она, соответственно, не заполнится. Либо пока не опустеет сосуд, из которого мы переливаем. То есть, смотрите, вот у нас, допустим, была банка 4,3 литра. Мы налили в банку А, в которой 4 литра. Значит, мы налили ровно до краев 4 литра. Если мы бы наливали в баночку 3 литра, то мы бы налили ровно 3 литра. И все, не больше. Если бы мы в этот момент из полной банки 3-литровой перелили бы в 4-литровую, то, соответственно, мы бы перелили ровно 3 литра из 4 доступных, а в этой банке бы осталось 0. Но давайте просто лучше иллюстрировать это все на табличке. Итак, начнем с большей. То есть, мы налили в баночку А 4 литра. Во второй у нас все по нулям. Дальше, по некоторым, я думаю, догадкам, вы понимаете, что из большой банки мы переливаем в маленькую. Ну, потому что, а иначе, что нам еще делать? Мы перелили, и получилась у нас следующая картина. 1 и 3. Берем мерный стакан и льем. Да, ну был бы советский граненый стакан, конечно, можно было бы просто 10 таких стаканов налить, и получилось бы 2 литра. Ну, а в задаче у нас другое. Хорошо, а что нам дальше делать? Наливать еще раз в 4 смысла не имеет. Переливать из Б обратно в А? А зачем? Мы это уже делали. Так, ну, получается, у нас два варианта. Либо мы выливаем оставшийся литр из банки А, либо выливаем полностью заполненную банку Б. Давайте выльем из полностью заполненной банки Б. То есть, мы просто вылили на землю. Вот просто в пустоту. Итогово у нас получилось. 1 литр в 4-литровой и 0 литров в 3-литровой. Переливаем оставшийся литр в маленькую баночку. А что же мы будем делать теперь дальше? А давайте попробуем просто повторить ровно те же действия, которые мы с вами делали. То есть, заполнить большую, перелить в маленькую, вылить из маленькой и так далее, и так далее. Давайте поделаем. Снова наливаем в большую. Переливаем максимально возможное количество в баночку Б. И вуаля! Смотрите, что мы получили. Мы получили в банке А 2 литра. Вот. Это как минимум первое решение. Как минимум первое решение. Мы заполняли сначала большую. А теперь давайте попробуем то же самое сделать, но только начиная не с большей банки, а с меньшей банки. То есть, изначально у нас все по нулям. Первым шагом мы наливаем в самую маленькую 3 литра. Переливаем в наибольшую. Окей. Теперь доливаем обратно те же литры в маленькую. Переливаем максимально возможное количество в большую. И внезапно мы получаем тоже ответ. Притом, несколько короче, чем в первом варианте. То есть, у нас тоже все получилось. Круто! Но, если мы объединим все вот эти вот два решения, мы можем сформировать алгоритм, который поможет при решении таких задач. И он супер простой, который сводится ровно к трем действиям. Ровно к трем действиям. И если первый сосуд пустой, наполняем его. Переливаем из наполненного первого сосуда во второй. И если получилось так, что второй сосуд заполнен, выливаем из него полностью все. Если что-то в первом при этом осталось, переливаем в маленький. То есть, по сути, вот супер простой алгоритм для решения любой задачи на исполнителя Водолей. Вы можете сейчас прям сделать скриншотик. Или же запомнить. Или же как-то быстренько это все зафиксировать. Вот супер простой алгоритм. Хорошо. Хорошо. Ну, а теперь давайте тогда решим еще одну какую-нибудь задачу, пользуясь именно этим алгоритмом. Проверим, так сказать, его на универсальность. А точно ли алгоритм подходит? Итак, решим еще одну задачу. У нас есть снова две прекрасные банки из-под огурцов. Только теперь других объемов. Первая банка у нас 6 литров. Вторая банка 3 литра. И нам снова говорят, у вас есть неограниченный запас воды. И вам нужно получить 2 литра жидкости в одной из банок. Окей, хорошо. Давайте возьмем наш алгоритм. Мы рисуем таблицу. Вспоминаем, да, что начинаем все с таблицы. Так как у нас две баночки, то получается у нас 3 столбца. Первый это шаг. Второй и третий это, соответственно, баночки. Ура, создали. Вспоминаем алгоритм. Если первый сосуд пустой, наполняем его. Давайте начнем с большей баночки. 6, 0. Хорошо. Дальше по алгоритму. Мы переливаем из первого сосуда во второй. Получаем 3, 3. Дальше. По алгоритму. Если второй сосуд заполнился полностью, то мы выливаем в пустоту из него. Получаем 3, 0. И, соответственно, раз у нас получилось так, что что-то осталось вот в большом, то мы его, по сути, переливаем обратно в маленький. Но по алгоритму у нас получается что? Внезапно во втором сосуде он снова наполнен. И мы из него должны вылить по алгоритму. И мы это делаем. Летняя задача... Это что же, алгоритм не работает? 0, 0. Мы вернулись в обратно, в исходное состояние? Ну, давайте тогда начнем с наименьшей баночки. Может быть, все-таки здесь алгоритм сработает? Давайте проделаем эти шаги. То есть наливаем, переливаем, доливаем, снова доливаем. И если второй сосуд заполнился полностью, то мы из него тоже все выливаем и получаем. Тоже снова все по нулям. Вот незадача. И что-то здесь не работает опять же что-то. То есть мы снова вернулись в начальное состояние. Ну что ж, это что же получается? Сергей Олегович наврал. Алгоритм универсальный, но он не работает. Однако, смотрите, алгоритм действительно рабочий. Он действительно универсальный. Но в некоторых случаях, как в данном, невозможно получить результат по данному алгоритму. Да и в принципе не получится получить результат, как бы вы ни старались. Разберемся. Получается, как можно узнать, изначально просто прочитав условия задачи, не применяя еще этот универсальный алгоритм, как можно понять, можно ли ее решить? Или же она нерешаемая? Ребяточки, а теперь вспомним немножко математики. И напишите-ка в чат. Плюсик, если вы знаете три волшебные буковки. НОД. Н-О-Д. Плюсик в чат, если вы знаете, что такое НОД. Плюсики полетели. Пока что только нельзя, чтобы остаток отделения был равен нулю. Что-то очень близко. Да-да-да-да-да. Так. Кто-то плюсики поставил, кто-то минусики поставил. То есть, ага. Есть ребята, которые не знают, что такое НОД. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Окей. Тогда раз. Мы тут заговорили про НОД, хотя странно, что в восьмом классе НОД еще не знаете. Это очень странно. Но смотрите. НОД. Причем здесь НОД и водолей. Давайте разбираться. Напомню, что НОД это наибольший общий делитель двух чисел. То есть, это такое натуральное число, максимально возможное, на которое делятся без остатка оба этих числа, данные нам. Например. Соответственно, НОД, наибольший общий делитель, для числа 8 и 12, это будет четверка. Или же, допустим, если у нас есть числа 9 и 15, то их НОД будет равен 3. То есть, и 9 делится на 3, и 15 делится на 3. Хорошо. А, соответственно, наибольший общий делитель для чисел 5 и 13 будет 1, потому что у них других чисел взаимных нет, на которые они делятся. Хорошо. Так вот, для чего же нам тогда может потребоваться НОД при решении задач на водолей? Вот тут есть прекрасная формулировка. То есть, смотрите, мы с вами рассмотрели универсальный алгоритм, по которому можно решать эти задачи. Но можно перед применением алгоритма уже понять, а можно ли решить эту задачу или же нет. Смотрите, вот оно, это утверждение. Вы его тоже можете сейчас заскриншотить, запомнить и так далее. Чтобы можно было получить нужное количество воды в каком-либо сосуде, необходимо, чтобы вот это искомое число литров делилось без остатка на наибольший общий делитель объемов всех банок. Объемов всех банок. То есть, вспоминая нашу задачу, да, у нас есть две баночки. Шесть литров и три литра. Какой будет наибольший общий делитель шестерки и тройки? Ну, очевидно, это будет три, потому что и тройка делится на тройку, и шестерка делится на тройку. А в задаче нас просят найти два литра. Так вот, ребята, напишите в чат, двойка делится на тройку без остатка или же нет? Или же нет? Да, вот вижу, что да, у нас маленькая затишка, конечно, есть. Да, наибольший общий делитель трех и шести будет три, и двойка не делится без остатка на тройку. Потому что будет дробное число. Это дробное число. Дважды три, понятно, но это не целое число, ребят. Это не целое число. Вот и ответ. То есть, вы можете изначально взглянуть на объемы банок, и если у задачи вас просят, допустим, найдите вот такое-то количество литров, находите наибольший общий делитель объемов банок и делите искомое число на этот нод. Если делится без остатка, то значит число найти можно. Если же или нет, то, соответственно, нельзя. Окей. То есть, давайте поупражняемся немножко быстренько. Смотрите. Ответьте мне прямо на вопрос в чатике. Можно ли, используя сосуды вместимостью 15 и 25 литров, отмерить 5 литров воды? Можно ли это сделать? Так, Степан, Миша, Миша, Степан. Говорят, что да. Да. Конечно, можно. Почему? Потому что наибольший общий делитель 15 и 25 будет пятерка. И 15 делится на 5 без остатка, и 25 делится на 5 без остатка. А нам нужно отмерить 5 литров воды. И пятерку мы делим на этот наибольший общий делитель. Пятерка делится на пятерку без остатка, значит отмерить можно. А если бы нас спросили вот в этой же задаче, можно ли этими же сосудами отмерить 4 литра воды? Вот тут мы бы сказали нет. Потому что 4 не делится на 5 без остатка. Получается дробь 4 пятых. Это не целое число. Дальше есть, допустим, задачка. Можно ли отмерить 7 литров воды, используя сосуды на 13 и 14 литров? Вот тут ответ достаточно простой. Смотрите. Находим наибольший общий делитель для чисел 3 и 14. Какой же он будет? Ну, 3 делится на единичку и 14 делится на единичку. Тройка не делится на двойку, но 14 делится на двойку, значит двойка все равно не подходит. 3 на 3 делится, а 14 на 3 не делится. Значит, наибольший общий делитель для этих двух чисел будет единица. А семерку можно поделить на единицу без остатка. Значит, семерку найти можно, используя вот эти два сосуда. 3 и 14 литров. Вот. Соответственно, исполнитель водолей, как вы можете заметить, не такой уж и сложный. У вас есть универсальный алгоритм и у вас есть изначальная проверка задачи. Можно ли, соответственно, получить то или иное число, используя вот эти сосуды? Вот. У вас целых теперь два варианта, как можно решать данные задачи. Первый вариант. Это вы, соответственно, просто применяете алгоритм и понимаете, что либо получается, либо нет. Либо же второй вариант. Вы изначально проверяете ноды, проверяете, можно ли найти то или иное количество литров благодаря этим двум сосудам, а затем применяете алгоритм и находите. Окей. Хорошо. Тогда смотрим. Еще одну задачку. Буквально ее рассмотрим, потому что она может попасться, такая задачка. И после этого будем завершать наше занятие. Угу. Нет, 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 ребят. 3 литра и 14 литров. Все правильно. Все правильно. Не 13. 3 литра. Все правильно. Итак, разберем еще одну задачку. Тоже водолей, но только вот в чем прикол. По условию задачи у нас целых 3 сосуда. Емкостью 14 литров, 9 литров и 5 литров. В большем сосуде 14 литров молока. В большем это имеется в виду в самом большом. 14 литров молока. А остальные сосуды пустые. И как можно с помощью этих сосудов разлить молоко пополам? Что такое пополам от 14 литров? Надеюсь, вы сможете это посчитать. 14 на 2 будет 7. То есть нам нужно сделать так, чтобы в двух сосудах оказалось по 7 литров. По 7 литров. Угу. В отличие получается от предыдущих задач, у нас, во-первых, количество молока ограничено 14 литрами. Так еще и 3 сосуда. Угу. Ну давайте попробуем воспользоваться нашим привычным алгоритмом для решения водолея. Только вместо полного выливания в пустоту мы будем делать следующее. Мы будем возвращать молоко в больший сосуд. В больший сосуд. Что имеется в виду? Давайте посмотрим. То есть наша задача, как я уже и говорил, сводится к тому, чтобы в двух сосудах получилось по 7 литров молока. Так как 14 поделить на 2 будет 7. Логично. Итак, рисуем нашу табличку. То есть изначально у нас было 14 литров. И по алгоритму что мы делаем? Мы из большого переливаем в наименьший сосуд. Получается 9,05. Дальше по алгоритму мы помним, что если второй сосуд заполнился, то его нужно вылить. Но мы помним, что в этой задаче молоко ограничено, поэтому просто так его выливать в пустоту нам не надо. А просто вот из этого меньшего сосуда, из С, выливаем в больший. А какой для него будет больший? Очевидно будет B. Почему? Потому что если мы обратно вернем 5 литров молока в самый большой, то задача уже не имеет смысла. Получаем 9,5,0. Хорошо. Дальше. Снова мы из большого выливаем в маленький. И снова, так как С заполнился, мы снова его переливаем в больший для него. То есть не в 14 обратно, а снова в B. И получается у нас следующая картина. 4,9,1. По алгоритму дальше что мы делаем? Мы помним, что если какой-то сосуд заполнился, то мы должны его перелить в больший. То есть 9 мы возвращаем в самый большой сосуд. Итого у нас получается 13,0,1. И все. Вот он этот алгоритм. Вот мы снова его нащупали, а значит мы проделываем ровно то же самое. Единственный моментик. Оставшийся вот этот литр мы переливаем в больший. И все. Вот он алгоритм. Вот мы его составили. И начинаем проделывать ровно те же движения. Из большего в наименьший, соответственно наполненный наименьший переливаем в больший для него. Снова из большого наливаем полностью маленький. Из маленького переливаем заполненный, соответственно в больший. Из большего, который заполнился, переливаем еще в больший. И остаточек переливаем в больший. И снова повторяем те же действия. Тара-та-та, тара-та-та и тара-та-та, вуаля, и мы получили в двух сосудах по 7 литров. Да, табличка получилась чуть больше, ну потому что у нас банально 3 сосуда, как минимум, но зато благодаря таблице мы все прекрасно увидели и наш алгоритм действительно работает, действительно работает. Поэтому следите внимательно за условием задачи. Если у вас неограниченное количество воды, то вы, соответственно, выливаете, а если у вас ограниченное количество какой-либо жидкости, то вы, соответственно, переливаете в больший сосуд, чтобы банально это все не терялось. Вот водолей не такой уж и страшный, как могло показаться на первый взгляд. Ребят, соответственно, ребятушки, поставьте тогда буковку В от слова водолей, если все эти задачи были понятны на водолея. Вот, отлично. Буквки В полетели. Прекрасно, прекрасно. И смотрите, как мы с вами минутка в минутку практически и уложились. Мы разобрали с вами три типа задач, алгоритмических задач, которые вам могут встретиться на Олимпиаде.